Не снабжайте оружием террористов. Под такими лозунгами проходили протесты на Украине против грядущих поставок России вертолета-носца «Мистраль». Лондон и Вашингтон также призывали Париж повременить с реализацией сделки. Но в понедельник президент Франсуа Аланд заявил, первый «Мистраль» под названием «Владивосток» Россия получит уже в октябре. По словам Аланды, нынешние санкции не могут препятствовать передаче корабля. А вот поставка второго, названного в честь города Севастополя, под вопросом и зависит от позиции Москвы по украинскому кризису. Беспокойство по поводу «Мистрали» ранее выражал Барак Обама, а в понедельник решение Франции с возмущением раскритиковал британский премьер. «Что касается военного оборудования, мы совместно с Соединёнными Штатами заявляли, что больше не будем продавать оружие России», заявил Дэвид Кэмерон в парламенте. «И мы считаем, что и другие европейские страны должны поступать также. Честно говоря, нашей стране кажется немыслимым решение Франции реализовать столь крупную сделку». По словам Дэвида Кэмерона, Россия не должна отныне иметь доступ к европейскому рынку, капиталам, знаниям и техническому потенциалу, поскольку она разжигает конфликт на территории, граничащей с Европой страны. Бывший президент Франции Николас Саркази, который заключал эту сделку, назвал её символом окончания эпохи Холодной войны.